Прежде чем начнется ролик, ребята, сразу сделаю небольшую объявочку, да, во-первых, стоит начинать игру по реферальной ссылке в описании, да, именно по ней регистрируйте себе аккаунт, в таком случае, ну, на сегодня уж точно, да, у вас есть возможность забрать несколько приятных призов из магазина Fugame, в том числе забрать во внутриигровом магазине еще коробочку за 100 ADN, которая дает очень много буста. Во-вторых, я играю за клан-лидера на новом сервере EVO2 и, конечно же, рекрутирую людей. Если ты соло-игрок, которому хочется какого-то кланового контента, если ты, допустим, лидер пачки или клана, который хочет присоединиться и походить и на РБ, и поучаствовать в дележке дропа и получить доступ к внутреннему акциону, то инструкция в закрепленном сообщении у меня в Telegram-канале. Дальше! Больше! Успей подготовиться! Играй в Lineage 2 Essence на Fugame! Всем привет, ребят! Меня зовут Максим, добро пожаловать на канал. Как вы знаете, у меня есть определенная рубрика, в рамках которой мы на регулярной основе сравниваем все классы игры. Как проходит это сравнение? У нас есть определенный какой-то буст. Я сделал эту рубрику давно и, к сожалению, не мог предусмотреть, как это будет все смотреться на EVO, но на EVO в принципе тоже можно такой буст накинуть. Единственное, что Арфена вам будет довольно-таки трудно достать, но мы сегодня не будем рассматривать сильно профы, у которых, допустим, огромные проблемы с манной какие-то будут возникать, поэтому можно не париться. В целом тест довольно синтетический, все равно не на лайв серваке проводится, и просто он призван немножко обратить наше внимание на какие-то определенные вещи. Вот, по бустяке ничего особенного, по Essence это вообще типа такая себе бустяка, которая стоит очень недорого, которая есть, наверное, у многих сейчас. Вот, шестые агатиончики какие-то самые простые, у нас тут есть еще талисманы, вот шестой бенирчик здесь накинут, он особо тоже ничего не дает. Четвертые камушки из, значит, внутреннего буста, третья подвеска, третий закин просто для выживаемости, ДПС он не дает, а мы именно по ДПСу все сравниваем. Второй арфен, как я уже говорил, нулевое ядро, нулевая АК, символ фатальности на те персонажи, на которые можно его надеть, я его надеваю. Значит, пушки мы РБшные используем, сеты мы используем вот либо огня, либо льда, либо молнии, сапоги, уклонения, кстати, которые хуже по ДПСу, нежели чем МЖ, между прочим. Вот, рукавицы оглушения, седьмой плащик, пятый венец и четвертая маска пробивания. У всех персонажей один и тот же буст, один и тот же спот, один и тот же уровень, один и тот же уровень прокачки скиллов. Это у нас просто все, что можно выучить, кроме четвертой книжки. Четвертая книжка как бы проучена, но я ее не использую, а пассивно она здесь не работает. Вот, соответственно, на таком бусте мы сегодня сравнили новые классы. Я напомню, что в игре у нас произошел с последнего патча реворк ММ и появление духа и хромовника. И, соответственно, давайте сегодня посмотрим, насколько они вообще классные и офигенные. Первым я решил проверить хромовника. В целом, про хромовника можно сказать, что это сейчас топ-1 класс в плане собокупности своих качеств. Он очень крутой в PvP, он очень неплох в PvE, он не требует какой-то себе конкретной бустяки, раскрывается сразу. Скиллы базово наносят просто какой-то огромный урон. Есть прыжки, есть сближения, есть опрокиды, контроль, много урона, урон по площади, урон в соло-таргет. В общем, великолепный класс, которому вообще никакой, наверное, шмот не нужен, он без всякого шмота будет очень неплохо ощущаться. В итоге хромовник у нас набирает 104 миллиона опыта. По сравнению с предыдущим рекордсменом ПП он набирает в два раза больше. То есть до этого на том же споте, на том же бусте мы сравнили все остальные профы. У нас ППшка был в топе и он набирал 50 миллионов опыта за 20 минут хромовник. Набирает 104 с половиной, более чем в два раза больше, нежели чем предыдущий наш топовый класс. Вот, по скиллам ничего особенного я не использовал. Все, что я юзал кушу и труду более-менее адекватно, на самом деле, без каких-то там супер излишеств. И в итоге получается именно так. Далее я проверил ММа. ММа реворкнули и он как бы стал, в принципе, классным пацаном. Ну, во всяком случае, поинтереснее стал, нежели чем был до этого. До этого его собрат СХ у нас набирал 28,3. Новый ММ набирает 42,7. В принципе, чего-то он даже себе добавил. Ну, даже не в полтора раза стал сильнее, просто чуть более актуальным. ММ совершенно посредственный дамагер, да. Вроде как можно ему там проточить однозвездочную книжку и вроде как он будет поинтереснее и покруче. Но я готов поспорить, кардинально ничего не изменится, потому что базовый урон его скиллов, к сожалению, не так хорош, как у хромовника или у духа. ММом, наверное, можно играть и не совсем грустить по этому поводу, если вы какой-то прям вот фанат ММа, который еще с интерлюдов там со всяких играет на этих ММах. ММ, в принципе, может немножко поднять себе защиту за счет мано-щита. Он может чуть-чуть отпрыгнуть от цели, которая его атакует, кого-то там даже оттолкнуть или подзаморозить. В принципе, в плане контроля что-то даже у него как будто бы есть, но в плане урона это абсолютнейшая, ребята, посредственность. Это грустно, это плохо, это скучно. Единственное, что он получше многих других посредственных ДД и в любом случае в нашем рейтинге он занимает топ-4 место. Ну и переходя как бы от топ-4 к топ-1, это у нас дух. И дух набирает, внимание, 124 миллиона опыта на том же споте, на том же бусте. Вот, и это получается, что он набирает фактически в 3 раза больше, чем ММ. Вы можете 3 часа пофармить на ММе и получите столько же, сколько дух зафармит за 1 час. Дух это однозначно слишком имбалансный класс, да, в плане ПВЕ. В плане ПВЕ у него огромный встроенный урон скиллов, у него постоянно идут еще какие-то дополнительные взрывы. Он может бить по области, может бить таргетно. Вот, у него, конечно, напрочь отсутствует всякая выживаемость и какой-то там, да, очень посредственный на самом деле контроль. Но, тем не менее, мопчиков дух бьет классно. Если он приходит в занятую локацию, где его могут располагать, он может бить просто в салтаргет и все равно будет топ-1 среди всех. Если ему дают развернуться, то он просто улетает куда-то в космос, бьет и по области, да, там и магией света, и всеми другими магиями. В общем, у него очень хорошо. Он набирает реально, ребят, 124 миллиона опыта. Набирает больше, чем хромовник. Набирает на 20% больше, нежели чем хромовник. Но, тем не менее, 20% это огромная разница. Вот. Ну и итоговый рейтинг, ребятки, выглядит вот так. Посмотрите на него внимательно, да. Сразу подумайте, на ком стоит играть, а на ком не стоит играть. Честно говоря, сегодняшний баланс Хроник, Эссенс и Евы выглядит как минимум удручающе. Я слышал, что духа немножечко порежут, но, по-моему, порежут его в плане того, что у него будет манна не так хорошо восстанавливаться, как до этого. Но хромовника резать, по-моему, вообще никто не собирается. И, в общем, в общем, дело такое, ребят. Ну, ничего удивительного. Я говорил это еще до старта Евы, до того момента, когда нам поставили патч. Абсолютно точно, новые классы это имба. Да, но в свое время и ДК были имбой, и Сильфы были имбой, и СБшки были имбой, и все они со временем куда-то все же растворились, на самом деле. Это необходимо понимать. Надеюсь, очень сильно надеюсь, что в следующий раз, когда корейцы будут думать над балансом, они подумают не только о том, чтобы понерфить старую имбу, но также о том, чтобы не вводить имбу новую. И, может быть, даже после этого у нас как-то более балансно все это будет когда-нибудь. Кроме такой надежды у меня не остается ничего. Вам огромное спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok